Приветствую всех дорогие друзья, в данном ролике мы поговорим о психологических нарушениях, которые приводят к заболеваниям. В последнее время психологи и врачи стали сотрудничать в лечении болезней, которые когда-то считались соматическими телесными. Существует несколько причин возникновения болезней. Первая – генетическая или конституциональная предрасположенность органа. Вторая – стресс и психотравмы. Третья – внутренний конфликт. Перефразируя известную поговорку, можно сказать «скажи мне, чем ты болеешь, и я скажу, кто ты». Далее я расскажу об основных психологических причинах возникновения болезни. Стоит заметить, что это не универсальный метод, и он не заменит традиционную медицину, но может стать хорошим подспорьем в обретении гармонии духа и дела. Итак, поехали. Алкоголизм и наркомания. Первое – не в состоянии с чем-то справиться, жуткий страх, желание уйти подальше от всех и всего, нежелание находиться здесь. Второе – чувство тщетности, несоответствия, неприятия собственной личности. Аллергия. Первое – кого вы не выносите. Отрицание собственной силы. Второе – протест против чего-либо, который нет возможности выразить. Третье – часто бывает, что родители аллергика часто спорили и имели совершенно разные взгляды на жизнь. Аппендицит. Страх. Страх жизни. Блокирование всего хорошего. Бессонница. Первое – страх, недоверие к жизненному процессу, чувство вины. Второе – бегство от жизни, нежелание признавать ее теневые стороны. Вегетативная дистония, инфантильность, заниженная самооценка, склонность к сомнениям и самообвинению. Проблемы с весом. Аппетит чрезмерный. Это страх, самозащита, недоверие к жизни, лихорадочное переполнение и избавление от чувства ненависти к себе. Ожирение. Первое – сверхчувствительность. Нередко символизирует страх и потребность в защите. Страх может служить прикрытием для скрытого гнева и нежелания прощать. Доверие к себе, к самому процессу жизни, воздержание от отрицательных мыслей – вот способы похудеть. Второе – ожирение. Проявление тенденции защищаться от чего-то, чувство внутренней пустоты часто пробуждает аппетит. Поедание обеспечивает многим людям ощущение приобретения, но душевный дефицит не заполнишь едой. Недостаток доверия к жизни и страх перед жизненными обстоятельствами ввергают человека в попытку заполнить душевную пустоту внешними средствами. Отсутствие аппетита. Отрицание личной жизни, сильное чувство страха, ненависть к себе и отрицание себя. Худоба. Такие люди не нравятся сами себе, чувствуют себя незначительными по сравнению с другими, боятся быть отвергнутыми и поэтому стараются быть очень любезными. Целлюлит. Воспаление подкожной клетчатки. Накопленный гнев и самонаказание. Заставляет себя верить, что ее ничто не беспокоит. Воспалительные процессы. Страх, ярость, воспаленное сознание. Условия, которые вам приходится видеть в жизни, вызывают гнев и разочарование. Герсутизм. Избыточное оволосение у женщин. Это скрытый гнев, обычно используемое прикрытие страха, стремление обвинять, часто нежелание заниматься самовоспитанием. Глазные болезни. Глаза символизируют способность ясно видеть прошлое, настоящее будущее. Возможно, вам не нравится то, что вы видите в собственной жизни. Астигматизм. Непринятие собственного «я», боязнь увидеть себя в истинном свете. Близорукость. Боязнь будущего. Глаукома. Упорнейшее нежелание простить. Давят застарелые обиды, задавленность всем этим. Дальнозоркость. Ощущение себя не от мира сего. Катаракта. Неспособность смотреть вперед с радостью. Туманное будущее. Конъюнктивит. В жизни произошло какое-то событие, которое вызвало сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь пережить это событие. Слепота. Отслоение сетчатки. Тяжелая травма головы. Жесткая оценка поведения другого человека. Ревность вкупе с презрением. Высокомерие и жестокость. Сухость в глазах. Злые глаза. Нежелание смотреть с любовью. Скорее умру, чем прощу. Иногда проявление злорадности. Ячмень. Первое. Возникает у очень эмоционального человека, который не может ужиться с тем, что он видит. Второе. И который чувствует гнев и раздражение, когда понимает, что другие люди смотрят на мир иначе. Заболевания головы. Ревность, зависть, ненависть и обиды. Головные боли. Первое. Недооценка себя. Самокритика. Страх. Головные боли происходят, когда мы себя чувствуем неполноценными, униженными. Простите себя, и ваша головная боль исчезнет сама собой. Второе. Головные боли часто происходят от заниженной самооценки, а также от низкой сопротивляемости, даже незначительным стрессом. Человек, жалующийся на постоянные головные боли, буквально весь состоит из психологических и физических зажимов и напряжения. Привычное состояние нервной системы быть всегда на пределе своих возможностей. И первым симптомом грядущих болезней становится головная боль. Поэтому врачи, работающие с такими пациентами, вначале учат их расслабляться. Третье. Потеря контакта со своим истинным «я». Стремление оправдать завышенные ожидания окружающих. Четвертое. Стремление избежать любых ошибок. Мигрень. Первое. Ненависть к принуждению сопротивления ходу жизни. Второе. Мигрени создаются людьми, которые хотят быть совершенными, а также теми, у кого накопилось много раздражения в этой жизни. Третье. Сексуальные страхи. Четвертое. Враждебная завистливость. Пятое. Мигрень развивается у человека, который не дает себе права быть самим собой. Болезни горла. Первое. Неспособность постоять за себя. Проглоченный гнев. Кризис творчества. Нежелание измениться. Проблемы с горлом возникают от чувства, что мы не имеем права и от ощущения собственной неполноценности. Второе. Горло, кроме того, представляет собой участок организма, где сосредоточена вся наша творческая энергия. Когда мы сопротивляемся переменам, у нас чаще всего появляются проблемы с горлом. Третье. Нужно дать себе право делать то, что хочется, не виня себя и не боясь потревожить других. Четвертое. Больное горло – это всегда раздражение. Если ему сопутствует простуда, то помимо этого еще и замешательство. Ангина. Первое. Вы воздерживаетесь от грубых слов, чувствуете неспособность выразить себя. Второе. Чувствуете гнев от того, что не можете справиться с какой-либо ситуацией. Ларингит. Злость мешает говорить. Страх мешает высказаться. Надо мной давлеет. Танзелит. Страх, подавленные эмоции, заглушенное творчество, убежденность в своей неспособности, говорить за себя и самостоятельно добиваться удовлетворения своих нужд. Грыжа. Прерванные отношения, напряжение, отягощенность, неправильное творческое самовыражение. Детские болезни. Вера в календари, социальные концепции и надуманные правила. Взрослые вокруг ведут себя как дети. Аденоиды. Ребенок, чувствующий себя нежеланным. Астма у детей. Боязнь жизни, нежелание быть здесь. Глазные болезни, нежелание видеть, что происходит в семье. Атид. Воспаление наружного слухового прохода среднего уха, внутреннего уха. Гнев, нежелание слушать. В доме шум, родители ссорятся. Привычка грызти ногти. Безысходность, самоедство, ненависть к одному из родителей. Стафилококк у детей. Непримиримые отношения к миру и к людям, у родителей или у предков. Рахит. Эмоциональный голод, потребность в любви и защите. Роды, отклонение, кармическое. Диабет. Первое. Тоска по несбывшемуся. Сильная потребность в контроле. Глубокое горе. Не осталось ничего приятного. Второе. Диабет бывает вызван потребностью контролировать, печалью, а также неспособностью принимать и усваивать любовь. Диабетик не выносит привязанности и любви, хотя жаждет их. Он бессознательно отвергает любовь, несмотря на то, что на глубинном уровне испытывает сильнейшую потребность в ней. Находясь в конфликте с самим собой, в неприятии себя, он не в состоянии принимать любовь от других. Обретение внутренней душевной умиротворенности, открытости на принятие любви и способности любить – начало выхода из болезни. Третье. Попытки контролировать. Нереальное ожидание всеобщего счастья и печаль до степени безысходности от того, что это неосуществимо. Неумение жить своей жизнью, потому что не позволяет, не умеет радоваться и получать удовольствие от своих жизненных событий. Дыхательные пути, болезни. Первое. Боязнь или отказ вдыхать жизнь полной грудью. Не признаете своего права занимать пространство или вообще существовать. Второе. Страх сопротивления переменам, недоверие к процессу перемен. Астма. Первое. Неспособность дышать для собственного блага. Чувство подавленности, сдерживание рыданий, боязни жизни, нежелание быть здесь. Второе. Человеку с астмой кажется, что у него нет права дышать самому. Дети-асматики – это, как правило, дети с высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. Третье. Астма возникает, когда в семье подавленные чувства любви, подавленный плач. Ребенок испытывает перед жизнью страха, не хочет больше жить. Четвертое. Астматики выражают больше негативных эмоций, чаще гневаются, обижаются, таят злобу и жаждут отмщения по сравнению со здоровыми людьми. Пятое. Астма. Проблемы с легкими. Бывают вызваны неумением или нежеланием жить самостоятельно, а также недостатком жизненного пространства. Астма. Судорожно, сдерживая, входящая из внешнего мира воздушные потоки, свидетельствует о страхе перед откровенностью, искренностью, перед необходимостью принимать то новое, что несет каждый день. Обретение доверия к людям является важной психологической составляющей, способствующей выздоровлению. Шестое. Подавляемые сексуальные желания. Седьмое. Хочет слишком многого, берет больше, чем следует и отдает с большим трудом. Хочет казаться более сильным, чем есть, и тем вызвать любовь к себе. Гайморит. Первое. Подавленная жалость к себе. Второе. Затянувшаяся ситуация. Все против меня и неспособность справиться с этим. Насморк. Просьба о помощи. Внутренний плач. Вы жертва. Непризнание собственной ценности. Носоглоточные выделения. Детский плач. Внутренние слезы. Ощущение жертвы. Носовые кровотечения. Потребность в признании желания любви. Синусит. Раздражение, вызванное одним из близких. Желчно-каменная болезнь. Первое. Горечь, тяжелые мысли, проклятие, гордость. Второе. Ищут плохое и находят его. Ругают кого-то. Желудочные болезни. Первое. Ужас, боязнь нового, неспособность усваивать новое. Не знаем, как ассимилировать новую жизненную ситуацию. Второе. Желудок чутко реагирует на наши проблемы, страхи, ненависть к другим и к себе. Недовольство собой, своей судьбой. Подавление этих чувств, нежелание признаться себе в них, попытка проигнорировать и забыть их вместо осмысления, осознания и разрешения, могут стать причиной различных желудочных расстройств. Третье. Желудочные функции расстраиваются у людей, которые стыдливо реагируют на свое желание получить помощь или проявление любви со стороны другого человека, желание опереться на кого-либо. В других случаях конфликт выражается в чувстве вины из-за желания отобрать силой что-либо у другого. Причина, объясняющая, почему желудочные функции историоуязвимы для подобного конфликта, заключается в том, что еда представляет собой первое явное удовлетворение рецептивно-собирательного желания. В мыслях ребенка желание быть любимым и желание быть накормленным связаны очень глубоко. Когда в более зрелом возрасте желание получить помощь от другого вызывает стыд или застенчивость, что нередко в обществе, главной ценностью которого считается независимость, желание это находит регрессивное удовлетворение в повышенной тяге к поглощению пищи. Эта тяга стимулирует секрецию желудка, а хроническое повышение секреции у предрасположенного индивида может привести к образованию язвы. Гастрит. 1. Затянувшаяся неопределенность чувства обреченности. 2. Раздражение. 3. Сильная вспышка гнева в ближайшем прошлом. Изжога. 1. Страх. Тиски страха. 2. Изжога избыток желудочного сока свидетельствует о вытесненной агрессивности. Решением проблемы на психосоматическом уровне видится преображение сил, подавляемой агрессией в действии активного отношения к жизни и обстоятельствам. Язва желудка и 12-перстной кишки. 1. Страх. Твердая уверенность, что вы ущербны. Мы боимся, что недостаточно хороши для своих родителей, боссов, учителей и так далее. Мы буквально не можем переварить того, что мы из себя представляем. Мы то и дело стараемся угодить другим. Неважно, какой пост вы занимаете на работе, у вас может совершенно отсутствовать чувство собственного достоинства. 2. Почти у всех страдающих язвой пациентов существует глубокий внутренний конфликт между стремлением к самостоятельности, которую они высоко ценят, и заложенной с детских лет потребностью в защите, поддержке и опеке. 3. Это люди, пытающиеся доказать всем свою нужность и незаменимость. 4. Зависть. 5. Люди с язвенной болезнью отличаются тревожностью, раздражительностью, повышенной исполнительностью и обостренным чувством долга. Им свойственна пониженная самооценка, сопровождающаяся чрезмерной ранимостью, стеснительностью, обидчивостью, неуверенностью в себе и вместе с этим повышенная требовательность к себе. Мнительность. Замечено, что эти люди стремятся сделать значительно больше, чем реально могут. Для них типичная тенденция к активному преодолению трудностей в сочетании с сильной внутренней тревогой. 6. Тревожность и похандрия. 7. Подавляемое чувство зависимости. 8. Раздражение, возмущение и одновременно беспомощность от попыток изменить себя, подстроив по чьи-то ожидания. На этом все, дорогие друзья. Первая часть ролика подошла к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на меня вконтакте. Также по ссылке в описании вы можете поддержать наш канал своими донатами. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!